и носил его когда холодно было, а сейчас, ну вот пока я тут работал где сейчас вчера машина сидела всем привет ребята пришла весна видите еще сугробы у нас какие, сегодня уже вторая половина марта началась там я вытащил насос дренажный, что-то перестал он работать вот только что делал, и здесь воды много, и здесь льется сейчас минусовые температуры практически их нет, практически их нет вот, ну что, ну моя задача унести отсюда как можно больше снега, потому что за забором, за забором капец полный вот видите что, здесь вот я продолбил, здесь у меня уходит дренажную яму, и вот эта куча выше забора, забор, напомню, больше двух метров вот такая вот куча дороги сложно проехать, но можно вот видите что, вторая половина марта, то есть сегодня 17 марта все тает все тает главное, чтобы массового таяния не было видите, это я пилил снег и носил его, когда холодно было, а сейчас распилишь он в руках рассыпется то есть у меня сегодня две задачи посмотреть насос, либо ремонтировать его, заработает он, либо покупать новый ну и конечно снег потаскать я уже унес примерно килограмм 150 вот моя задача сегодня тонну унести да, забыл сказать, что вот здесь вот я тоже прожег теплым кабелем вот видите, ручеек поэтому вода уходит, у меня там тоже дренажная яма вон там вот перетаскал тонну, видите, как уменьшилось за насос еще не брался слив идет воды не знаю, хватит, не хватит насос надо делать здесь видите прибавилась кучка ну тут огород как бы уйдет вода сегодня на градуснике плюс 6 в тени ну вот и вот и все и тает ну вот дренажный насос заработал, видите, как хорошо а это снег уже с крыши совсем мало осталось, видите все сюда тоже в дренаж и потом вот отсюда и пошло в яму дренажную ну вот пока я тут работал, таскал 1300 килограмм перетаскал снега смотрите моя жёнышка Лариса мне тут приготовила картошечку капусту хлебушек на чем хлеб? на сыворотке, да? и компотик вау! а тут еще, наверное, и кофеек ну все сейчас как наемся еще 1300 килограмм по-стахановски буду работать здравствуйте здравствуйте здесь вот вчера машина сидела мужики, наверное, часа полтора откапывались видите, какой слой намело кому-то снег нравится нравится, когда чистят все когда вот так вот проехать нереально как говорится на обыкновенной легковом автомобиле надо джип здесь видите что ну здесь сколько? сантиметров сантиметров тридцать колея глубиной представляете? как тут ездить? не знаю вот так у нас чистили дорогу пробивали направление просто и вот она туда пошла да это ужасно вчера днем было плюс 6 а сегодня минус 5 ну хоть пройдем по сухому пошли мы в магазин закупаться товарами долгосрочного хранения там макаронами что там еще, Ларис, ты хочешь купить? покупать муку потому что у нас как раз ничего нет ни муки, ни риса никаких куриц у нас нет в общем мы дожили давай товариса идет, боится провалиться не правильно делает я не знаю, ты же меня повела нет, вчера не был здесь посерединке ров давай я первый пойду как джентльмен видите что творится если провалишься все, можно назад домой идти зимой снег весной грязь не пролазная говорят, что сейчас люди же паникуют все ступают и как можно в нашем районе что-то ступить как тут пробиться вчера ко мне девушка приезжала на такси она говорит они не хотят сюда ездить они на автомобиль а тупые ну правильно здесь никто ничего не чистит на улице туман все испаряется хоть и температура минусовая но вот такой вот туман ребят, мы пошли за продуктами в ближайший магазин вот который на перекрестке потому что по такой дороге идти далеко просто нереально это ужас можно что-нибудь себе сломать и продуктов не захочешь а все люди ходят по дорогам потому что здесь тротуара нет вот так мы ходим вот здесь вот опять аварийка давай отойду отойдем я вот думаю для чего нам машина чтобы летом покататься выехать летом можно на велосипеде ну да ну чё куда а это а это может нам ее продать вообще для чего она нам нужна здесь как всегда ремонт порыв ремонт какой позитив у тебя пока я смотрю сейчас сейчас это я хотела взяла камеру говорю Юрий что-то у тебя совсем неположительное видео прибыли прибыли мы в магазин почти прибыли расстояние до него примерно один километр примерно может 900 метров от нашего дома Я имею в виду крупной сети магазин Посмотрим, что сейчас здесь Сейчас мы на все посмотрим цены Но я не вижу, чтобы что-то тут подорожало Или что-то тут обстело У нас даже сахара нет Представляешь, вот как мы все понесем Давай возьмем то, что нужно в первую очередь Потом их еще разгоняем Может завтра зайдем Слышь ли, мы из магазина набрали на 2000 20 рублей что ли Муку не купили, сахар не купили 2020 рублей Еще кучу покупать Потому что, во-первых, дороже Во-вторых, нести дальше Да, сейчас все подорожает Нефть раз подорожала Коронавирус, все подорожает Так что рекомендуем вам А еще говорят, не поддавайтесь в панике Ну разумно, можно же себе там набрать Чтобы не ходить Заразу не разносить А при чем тут паника? Юра говорит Где-то у нас будет вспышка В нашем регионе Через две недели, да? Ну да Через две недели будет вспышка Две-три недели это Надо отстеживаться Это Когда он созревает Сейчас разговаривал с товарищем Он живет тоже в частном секторе Но вот у него у соседа есть трактор А у нас у соседа нет трактора А говорит Он тоже предпринимателем был Говорит, а в городе нет денег Все аренды земли, которые деньги платили Разогнали же мелкий бизнес Поэтому денег нет Легче же сказать Денег нет И сидишь, ничего не делаешь Не выехать, не заехать Я не знаю, как по нашей улице Скорая будет ехать Лариса зашла тут Магазинчик местный Сахалин называется Вот видите, продукты Короче говоря Тут подешевле вроде мука была Чем в торговой сети Там скорее всего уже цены подняли Вот Лариса вышла Смотрите, в суммарине хватало Смотрите, какая я запасливая Ты эти потащишь Ау, смотри, как я замаралась Запасливая Короче, вот Лариса затарилась А вот я, смотрите Рожки И вот здесь сзади целый рюкзак Будем сыты Рожки Теперь месяц точно протянем А может и больше Месяц Больше? Всего на месяц А сколько? А я хотела на год растянуть Две тысячи рублей Или сколько там Ты хотела Год кушать на две тысячи Короче, в Марииро мука Вот говорили, не подорожала Подорожала там Да, все подорожало Я еще вчера Спросила здесь Сколько мука стоит Думаю, вдруг придется идти 125 А там 146 146, да В маленьком магазинчике 125, а в большом В сети уже 146 А там девушка ходит На телефон фотографирует Скорее всего, цены меняет Она же не просто так ходит Ну вот, ребята Опять мы Заходим В дискрет наш Не знаю какой 13-й, 20-й, 40-й Вот как здесь можно проехать Скорой помощи даже Ау, власти наши Помнишь, у нас Когда мама лежала Скорая помощь остановилась Уколо вот этого магазина А, да Довозите ее до туда Да, да, да Было такое Вы что, очумели, что ли? Ты пришел? Ты приехал? Не поехал к нам на улицу, да Когда у меня мама Три года назад лежала Умерла Царство Небесное Скорая остановилась Возле этого магазина И нам пришлось ее довозить На своей машине Не захотели ехать Побоялись застрять Хотя я на легковушке проскочил Видите что? Острая необходимость была Когда предпринимателями были Да А сейчас лучше два раза сходить Вот, девочки, мальчики Это все продукты, которые мы купили Мы потратили Две тысячи двадцать рублей Мариера Вот этот чек И триста тридцать шесть рублей Это в местном магазине Ну, тут, который близко Сахалин называется Ну, примерно две четыреста Не будем останавливаться На том, что сколько стоит Единственное, что я вам скажу Что в маленьком магазинчике Мы купили на двадцать рублей Муку дешевле На двадцать один И макрошки вот эти вот Дешевле Ну, насколько я не знаю Не считала Ну, прикинула, что дешевле Особо мы такого ничего не покупали Ну, конечно, сладости Без которых можно было бы обойтись Но так как у внучки скоро каникулы С пятницы Она, скорее всего, к нам приедет Это будет у нее как бы десерт И все равно это Нужно угощать внучку Колбаска без нее тоже можно было обойтись Ну, иногда хочется бутер съесть Как-то без всего можно обойтись Но приходится это покупать Ну, как в том анекдоте Цыган приучал лошадь не есть Почти приучил, но лошадь умерла Так и мы здесь Можно без всего обойтись Купили банку горошка Бандюэль Ой, кукурузы Потому что она сегодня была по акции По-хорошей Ну, и вот и все Все наши продукты На 2400 рублей Это нам нужно пойти еще Мяска прикупить И... То есть у нас еще один поход, да? Будет? Ну, у нас завтра он в больницу будет И поэтому мы Как бы сказать Совместим приятное с полезное Зайдем мясо хоть купим Ну, и, конечно, можно еще Пару-тройку куриц купить И месяц можно потом Будет не выходить А то и больше будем экономить По одной ножке От курицы варить С кастрюлю большой суп По пятилитровую А у нас еще собака, не забывай Ой, еще для нее же Надо сходить купить В общем, ну, на этом Мы, наверное, попрощаемся с вами И пожелаем всем Хорошего дня Тоже вам отличнейших Продуктовых походов Так же, как и мы Чтоб сходили Что-то прикупили Не болейте, самое главное Да, и не болели Все не болели, чтобы Ну, что, всем пока-пока Всем до встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok